МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Хочешь испытать свою судьбу? Получить лучший подарок из всех возможных? А вам 18 есть? Паспорт покажите! На этой неделе детям запретят участвовать в лотереях. Не знаю, чем вызвано это ограничение, но теперь это закон. Некоторые из них, из законов, вступают в силу с 1 апреля. К примеру, почта повышает тарифы. Так, например, с 1 апреля предельный максимальный тариф на пересылку простой почтовой карточки будет составлять 17 рублей, а раньше было 16. Заказного письма весом до 20 граммов 46 рублей, ранее 41. А письма с объявленной ценностью весом до 20 граммов будут стоить 105 рублей, ранее 95. Подорожает и пересылка заказных бандеролей и бандеролей с объявленной ценностью. К примеру, предельно максимальный тариф на пересылку заказной бандероли весом 100 граммов увеличится на 6 рублей, до 66 рублей. Но чаще, конечно, я шлю письма электронные, и люди старшего поколения тоже, мне кажется, ну, в смысле, осваивают технологии. Сейчас уже никого не удивляет, ну, к примеру, пенсионер, который сверяет баланс на банковской карте с мобильным телефоном. К слову, с 1 апреля некоторым из них будет приятнее это делать. Ну, как приятнее? На 2,9 процента. Приятнее, чем раньше. А это в среднем 255 рублей, которые добавятся к социальной пенсии. Она увеличится до 9062 рублей. Если получатель соцпенсии или пенсии по гособеспечению работает, это никак не отразится на ее индексации. Она все равно будет повышена. Люди не всегда возвращаются в родной регион из столицы, если уезжают туда на ПМЖ. А если возвращаются, это происходит по разным причинам. Игорь Южанинов возглавлял в Москве управление телерадиовещанием, агентство по печати и массовым коммуникациям. В Пермь возвращается в качестве директора регионального отделения государственной телерадиокомпании. О том, что он планирует для Перми, Игорь Южанинов пока не сказал в СМИ. Но в качестве нового руководителя губернатору его уже представили. На встрече с заместителем директора ВГТРК Арифатом Сабитовым и Игорем Южаниновым Максим Решетников отметил. Безусловный плюс кандидатуру Южанинова – хорошее знание местной повестки вкупе с новым опытом. Нашли в Москве пермика, который работал здесь, который край знает, людей знает. И в то же время получил такой, ну, в общем, новый горизонт и по-другому смотрит. Федеральный опыт работы. Да. Сообщается, что Игорь Южанинов официально вступает в должность с сегодняшнего дня. И первое торжественное мероприятие, в котором может принять участие в новой должности Игорь Южанинов, тоже сегодня – бал прессы. Нет, пышных платьев с криналином не будет, как и гусарских нарядов, но в остальном – самый настоящий бал. Лучшие журналисты и главные ньюсмейкеры 2017 года получат свои награды. События – награждение победителей 51-го Гайдаровского конкурса, а также других журналистских конкурсов. В мероприятии примет участие и губернатор Пермского края – Максим Решетников. Не сердитесь на дураков. Они будут жить еще долго, к ним следует относиться, как к дурной погоде, подметил однажды Максим Горький. Вот и я о том же. Жаловаться на погоду нецелесообразно. И потом могло быть хуже. 3 июня 1967 года. Люди в Перми с лопатами устраняют последствия снегопада. Вот женщина пробивается через летнюю метель по аллее Горьковского парка. Снега в тот день выпало сантиметров 10-12. Ну, было тепло, вспоминают очевидцы. Все вокруг таяло достаточно быстро. Но снеговиков полепить и в хоккей во дворах поиграть успели. Не исключаю, что этой весной время на снеговиков еще будет. И на хоккей. Резкое потепление, впрочем, ждут синоптики сегодня. В понедельник температура воздуха днем поднимется до плюс 4, во вторник до плюс 6, а южнее Перми может быть еще теплее. И пусть это потепление будет недолгим, тем не менее именно на этой неделе синоптики планируют начинать отсчет климатической весны в Прикамье. То есть на Пасху в воскресенье уже будет весна. Пока прогнозируют погоду без осадков. Это, кстати, хорошая примета. Потому что если в первый день Пасхи пасмурная и дождливая погода, то и все оставшиеся весенние недели будут дождливыми, считали наши предки. Ну, нам остается только проверить. Наступившая неделя завершится в воскресенье при любых обстоятельствах. Осталось только провести ее продуктивно, чего я вам и желаю. Ну все, смотрим Утренний Вестник и в бой!